Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксенанс и сегодня у нас новый выпуск рубрики Фишки! Без лишних слов, поехали! Итак, друзья, первая фишка, которую мы будем затрагивать, это, конечно же, покупка артефакта за один клик. Я миллион раз это показывал в прошлых фишках, в этих фишках тоже вынужден показать, потому что не все понимают, о чем идет речь. Как купить артефакт за один клик и как его разобрать, также мы тут затронем. Также еще затронем несколько приколюх. Смотрите, образно вы хотите купить какой-то артефакт, целый, образно, пусть это будет Яша, Саша или Саша Яша или Маднес. Как можно это сделать? Есть несколько путей, как это можно сделать. Смотрите, образно вы хотите купить целиком Сашу Яшу. Саша Яша не имеет у нас тут никаких рецептов, поэтому если вы левой кнопкой мыши нажмете просто на иконку Сашу Яшу, она у вас целиком, Саша Яша, купится. Далее, что у нас тут есть? Смотрите, мы заметили, что есть циферки. Эти циферки сигнализируют о том, что в случае, если вы мискликнули, вы можете продать этот артефакт без потери золота. То есть вот тут будет у вас надпись такая, что добавлено 2050 золота. При том, что у вас тут циферки были написаны, что вы продали и здесь. Это значит, что золота вы не потеряли. Тут есть куча прикольных приколюх, которые я использую в игре, но, но, ребятки, 390 обновление и выше уже не предусматривает эти приколюхи, которые рассказывать я буду. Поэтому такая вот тема. Смотрите, в общем, мы разобрались с покупкой в один клик. А именно, если артефакт не имеет никакого рецепта, то вы сразу его по одному клику покупаете. В случае, если вы приобрели какие-то дополнительные артефакты, вот, образно, тут талисман должен быть из сэнжа, да, то есть если вы подойдете на базу, будучи имея талисман, вы просто нажмете сюда и у вас купится целиком артефакт. Это такая тема. Либо, если у вас здесь кура, то в куру купится артефакт, который вам не достает, и вы можете смело себе принести и все закупить. Образно, Battle Fury вот так тоже можно по клику купить, потому что Battle Fury не имеет рецепта и все собирается на базе. То есть взяли и купили. И также можно продать в течение 20 секунд, в случае, если вы ошиблись в затаре. Теперь, какая приколюха у нас тут существует? Смотрите, я говорил по закупу в один клик, а теперь есть еще один закуп, который помогает закупаться через рецепт. Образно, вы хотите купить Яшу, нажимаете на Яшу, ой, у нас тут появился рецепт. Правой кнопкой мыши два раза нажимаете на рецепт. Раз, два. И Яша у вас целиком покупается. Это все довольно-таки просто. И также можете эту тему продать, в случае, если вы ошиблись. Но, есть еще и некоторые абузы. Образно, вы собираете сапог, да? Сапог. То есть, ПТ-шку вы хотите собрать. И случайно, возможно, там передумали собирать ПТ-шку. И такие, блин, я сделаю фазы. Но что же мне сделать с этим сапогом, который мне не нужен? Если у вас есть золото, возьмите, купите Яшу, вот так вот, и продайте. И тем самым, вы не потратите 50% с покупки бота Эвелинкша. Вот этого бота. Вы не потратите то золото. И можно вот так немножко подобузить. Но, теперь, эта тема подготавливает вас к другой, более серьезной теме, которую я активно юзаю. Но, напоминаю, что эта тема не работает уже на бот РУ-9, а работает только на 390-й карте на боте РУ-5 85-го патча. Эта тема уже не работает. Смотрите. Если вы разберете артефакт, а именно, как разбираются артефакты? Разбираются артефакты у нас по правой кнопкой мыши. Также двойное нажатие. Разобрали. И у вас вот такая патчка артов лежит. Если вы также соберете, вот так вот, смотрите, по левой кнопкой мыши. Правильно, да? То у вас артефакт снова падает в продажу 100%. И вы можете спокойно продать за 100%. То есть, образно, вы собираете себе какие-то артефакты. Пусть то будет какой-нибудь дорогой артефакт. Ну, давайте, не Саша Яша, а образно, пусть это Баттлфури будет. Вы с Баттлфури побегали, подрались там, да, тык-тык-тык-тык. Там жесткие драки, суеты. Рэмпэдж сделали даже. Возвращаетесь на базу и такие, блин. Надо Баттлфури поменять. Вы его разбираете. Вы его опять собираете. И продаете за полную стоимость. Вот и все. Вот такие вот есть приколюхи. Но эта тема уже не работает. И, кстати, это не баг, это, скорее всего, фишки. Фишки. Именно фишки. Поэтому вот такая вот, ребятки, тема. На боте РУ-9 эту тему уже пофиксили. Так что вот такой вот у нас небольшой обзор фишечек. Что ж, парни, давайте пробежимся по самым основным моментам, которые я вам сейчас рассказал. В случае, если кто-то скипнул или кто-то постоянно перематывал. Мой непонятный, так сказать, вот этот, да, самый. Смотрите. Покупка по одному клику. Купили. Левая кнопка мыши. В случае, если там нету рецепта. Если там есть рецепт, покупаем рецепт. Правой кнопкой мыши по рецепту. Собрали артефакт. Также можем продать. То же самое и касается ранних артефактов, которые вот вот эти. Но они продаются в минус одно золото. Потому что тут, по-моему, четное или нечетное количество. Я сейчас не помню. Четное или нечетное. В общем, там сейчас минус одно золото будет. А нет, вроде пофиксили. Дается так же. Хорошо. Значит, забудьте. Рецепт покупаем. По правой кнопкой мыши собираем. Если артефакт не имеет рецепт, покупаем по левой кнопкой мыши. И можно, конечно же, продавать артефакты за фулл прайс. В случае, если вы им попользовались и разобрали на базе. Но есть артефакты, которые нельзя разобрать. А именно, Дагон разбирается всего до третьего уровня. Ну и, по-моему, Бладстоун еще не разбирается. А больше я не тестил. Вот такие вот фишки, ребятки. Поэтому пользуйтесь, пока есть возможность. Итак, друзья. Первая и непонятная фишка, которая будет сегодня в обзоре, именно конкретно обзоре героев, это, конечно же, Ланайка. И следующая фишка также будет посвящена Ланайке. Когда Ланайя пробивает пси-блайдами, вот так вот наносится у нас дэмэдж. Но есть одна приколюха, с помощью которой вы сможете продамажить намного сильнее, используя тот же самый Дагон. Или какие-то другие артефакты, которые таргетно наносят большое количество урона. Сколько у нас будет дэмэджа, если мы просто будем атаковать? Смотрите, вот такое количество дэмэджа вы наносите за 3000. А теперь, если мы сюда добавим Дагон, именно четко в тайминг, вы пробиваете персонажей пси-блайдов, плюс еще из Дагона. Очень довольно-таки интересная, непонятная фишка. Как это работает, если честно, я до конца не понимаю. Видимо, дэмэдж, который наносите вы этому персонажу, он просто добавляется сюда. И если вы четко в тайминг нажимаете вот сюда Дагон, то получается дэмэдж с пси-блайда разносится всем. При том, что пси-блайд дэмэдж это физический, а Дагон это магический дэмэдж. Показываю еще раз. Пах, и получается я всем с Дагона нанес. Довольно-таки интересная хрень, да. То есть, образно, если я просто ударю и нанесу вот так Дагон. О, смотрите, а можно и так, да? В смысле? Ага, как это сейчас сработало? Это как вообще? То есть, почему после тычки, то есть, даже не в тайминг. Оп, я просто дал. А видели она? Да, даже вот ставочка, посмотрите, почему-то так замедленно и как-то сработало довольно-таки непонятно. То есть, я сначала ударил, а потом дал Дагон. Вот сейчас не сработало. Странно, а там такая задержка была. Видимо, как-то механика игры ломается, что ли, из-за этой темы. В общем, вот такая вот первая фишка, ребятки. Пользуйтесь, я не знаю. Итак, ребята, следующая фишка довольно-таки интересная. Она у нас посвящается Ланайке и Руфу, Ливинг Армору и Рефрекшену. В чем смысл этой фишки? Когда Ланайка бафает себе Рефрекшен и Руф накидывает на нее Ливинг Армор, если вы будете получать дэмэдж, то этот дэмэдж будет преобразовываться в Адхилл. При том, что тут вообще непонятно, как это работает. Почему он преобразуется в Адхилл? Как работает Рефрекшен? Рефрекшен поглощает любой урон. Физический, магический, чистый и неважно, сколько его нанесли. А Ливинг Армор, он блокирует немного урона, 80 дэмэджа блокирует. И как это сочетается, довольно-таки непонятно. Но смысл в том, что тут идет именно фиксированный возврат хитпоинтов. А мне кажется, что возвращается именно 80. Почему, не знаю. Ну, потому что так, наверное, думается. Окей, нажмем еще раз, показываю. Если даже Лина сюда улетанет, то вернется нам не очень много. Примерно где-то, наверное, по 80 возвращаются. Кстати, по 70 хп возвращаются. Довольно-таки забавная тема. Я не знаю, почему это так работает. Но вот такая вот у нас сегодня фишка на обзоре. Ребятки, тут напрашивается рубрика «А что если?». Если вы хотите увидеть такой видосик, то, конечно же, напишите в комментариях. Очень интересная фишка. Пользуйтесь, ребятки, пока это доступно. Сначала кидаете рефрекшен, потом накидывает Ливинг Армор. А если попробуем сейчас задом наперед эту тему сделать? Сначала Ливинг Армор, бежим, и потом рефрекшен. Посмотрим, что будет происходить. Работает. Это так же и работает. Если честно, я уже тещу довольно-таки давно. И иногда не работает. А почему, я не знаю. То есть вот так вот работает образно. Если вы нажали сначала Ливинг Армор, потом рефрекшен, все работает. И если наоборот, тоже работает. Странная фигня. Ну да ладно. Свен закидывает нас в стан, нам немного возвращается хп, начинает нас бить, причем нас начинает бить толпой. И при этом хп восстанавливается по кайфу. Давайте попробуем немного ДМГ прописать. Минус итем ДВИ. Минус итем... Как там? Дивини. Див. Да? Минус итем Дивини. Итем 158. Сейчас посмотрим, что у нас будет происходить с этой конторой. Ну-ка, попробуем. Р и В. И посмотрим, сколько восстановим хп. Также восстанавливаем хитпойнты. То есть у нас, получается, не пробивает. И восстанавливаем где-то примерно по 80. Мне кажется, все-таки что-то с Ливинг Армором именно. Потому что Ливинг Армор, вот как-то он так вот получается учитывается, что именно по 80 возвращается. Довольно-таки интересная механика. Поэтому, ребятки, пользуйтесь. И не забывайте, что если оставите комментарий, поспамите. Если будет много лайков, то я обязательно сделаю рубрику «А что если с этой фишкой?» Погнали на следующие фишки. Следующая фишка у нас посвящена Свену, Дазлу и, конечно же, нереальному дэмэджу. С одной рапирой и бурезой вы можете пробить крест. Да, как бы это глупо не говорилось, как бы это глупо не выглядело, а это так и есть. Когда вы атакуете на Свене, у вас есть возможность пробить крест. Сейчас покажу, как это работает. Самое главное, это, конечно же, не знаю, я пробовал ранее, с ранним левелом. То есть больше, чем 20, если у вас левел, то это круто. Но, видимо, тут дело именно в пороге. В пороге вот здесь вот дэмэджа родного и в пороге плюсового дэмэджа. Если у вас есть буреза, есть рапира и есть, конечно же, ГДС, вы можете пробить. Даже, мне кажется, и без рапиры можно, но я сколько тестил, мне не получалось. Как это выглядеть будет? Вот так вот ультуем. Смотрите, кидается крест, я атакую. И если вылетает крит, то, смотрите, я крест пробил. Вот раз он, сейчас и закончился. То есть, да, злокрест можно пробивать с помощью большого дэмэджа и крита. Это довольно-таки глупо звучит, я согласен. Это глупо звучит, но такая тема у нас имеется. Смотрите, сейчас еще раз покажем. Оп, вот так, хп оставим немножко. Сейчас все сделаем. И пробью. Сейчас некстовый удар по-любому будет крит. Я пробью этот крест. Оп, накидываем и бьем. И пробиваю просто с крита. Как это работает и почему это так, я не знаю. Но, знаете теперь что? Крест Дазла пробивается не только ультом Акса. Следующая фишка у нас посвящена, ребятки, телепорту Тревел 2 и Аегису. Эта фишка вам позволит не потеряться в лейтгейме. В случае, если игра уже очень сильно затянулась. И вы очень сильно нервничаете уже, что возможно выиграете или проиграете. Чтобы чуть-чуть вы были хладнокровнее. И, конечно же, не оступились в такой маленький, но микромомент. Когда у вас есть Тревела, вы можете телепортнуться на какого-то из ваших союзников. И в чем суть? Если у вас есть у союзника Аегис. И вы видите, что там нужна помощь. Вы, конечно же, можете спокойно телепортнуться на этого союзника. И в случае, если он умрет, телепорт не сбивается. То есть, тем самым вы подумаете, блин, вот сейчас вот я на него нажму телепорт, а он там умирает. И я не смогу туда прилететь. Нет, это так не сработает. В случае, если у вашего союзника есть Аегис, вы спокойно туда сможете телепортнуться. То есть, не нужно бояться делать на него телепорт. Образно. Давайте создадим ситуацию. Свен дерется один, там, в два, в три, там идет драка, да. Но вы успеваете нажать телепорт на Свена. И у Свена есть Аегис. И вы не отмените этот телепорт и спокойно туда телепортнетесь. И вы тут должны понимать такую тему. Что вы должны не бояться того, что сейчас отменится телепорт, и вы не прилетите туда. Нет, вы прилетите в случае, если там есть Аегис. Такая вот микрофишечка. Но чтобы в лейтгейме вы не потерялись и не почувствовали себя в неловкой ситуации. Конечно же, юзайте телепорт Тревел 2 на союзника, у которого есть Аегис. И у вас все отлично. Следующая фишка, которая у нас тут есть. Это, конечно же, фишка, посвященная Линкен Сфере и, конечно же, Найт Мэру. В случае, если Атропос пытается кого-то засейвить или сам засейвится с помощью Сна, и у вас есть Линка. Вы можете спокойно не бояться подбежать, нажать Райт Клик. И, конечно же, Линка примет на себя этот Сон. И вы спокойно сможете атаковать Атропоса. Это довольно-таки интересная тема. А также вы сможете это игнорить с БКБХа. Ведь на БКБХу не работает Сон. Но Линка тоже довольно-таки интересная механика с Линкой. Потому что Атропос, по идее, да, он накинул уже Сон на себя. То есть, получается, уже как-то, ну, должна быть такая тема, что это не Таргет. Получается, он уже накинул на кого-то. А Линка принимает этот Таргет. Очень интересно. Юзаем. Следующая фишка у нас будет довольно-таки, ребятки, интересная. Она у нас будет посвящена Атропосу, его Сну, его тиммейту. И, конечно же, вот этим двум артефактам. Линкин в сфере и Лотус Орбу. С помощью этой фишки вы сможете ввести Атропоса в Сон, где бы он не находился. Довольно-таки интересная фигня. Смотрите, если Атропос пытается засейвить своего союзника с помощью Сна, вы накидываете на себя Лотус, и у вас есть Линка. Атакуете этого оппонента, то есть, получается, его союзника. И Атропос ныряет у нас в Сон. Это очень прикольная тема, при том, что он не может выйти с этого Сна. Все вы знаете, что если Атропос сам на себя кидает Сон с помощью ходки АТ, он сможет спокойно выйти из этого Сна и побежать дальше. Но этот Сон он отразить не может, и тем самым заставляет его быть в невыгодной, неловкой ситуации, и тем самым, посмотрите, как это работает. То есть, мы, получается, атакуем его союзника, накидываем на него Сон с помощью Лотуса, и это довольно-таки классно. Это реально очень классно. Следующая фишка у нас будет тоже интересная. Итак, ребятки, следующая фишка у нас посвящена вопросу, который задал мне Валентин, он же Ажин, это спонсор канала, и сейчас я постараюсь на него ответить. Суть вопроса. Что будет, если какой-то персонаж, образно этот, пусть будет Атропос или Лина, кастанет вас какой-то таргет, и у вас будет в инвентаре Линка и Лотус? Как это все произойдет? Заблочится способность, отразится она или нанесется двум персонажам сразу? Непонятно. Сейчас я это постараюсь объяснить. Механика довольно-таки проста. Да, смотрите, если Атропос, образно, нажмет на вас ультимейт, когда у вас есть Линка, но не включен Лотус, то Линка, конечно же, заблочит его ультимейт. Все довольно-таки просто и понятно, но обратите внимание, у нас горел статус, статус дастов. Это значит, что нас будет видно, когда мы будем находиться в инвизе. Это довольно-таки интересная тема, потому что Файнс Грипп дает Тру Сайт. Это первый момент. Второй момент. Это именно касаемо Атропоса, не других никаких таргетов. Другие таргеты мы разберем чуть позже. Следующий момент. Что будет, если Атропос на нас ультанет, когда у нас будет включен Лотус и будет откачано, откат, 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 откачано. Когда будет в откате Линка. То есть она будет у нас готова применять какое-то, отражать какое-то действие. Смотрим. Нажимаем Лотус и, конечно же, Файнс Грипп. Файнс Грипп начинает работать от Свена, но Линка у нас не сбивается. Линка в КД не уходит. При этом Свен якобы уходит в ченнелинг, но этот ченнелинг не показывается. Он никак не показывается. То есть, образно, если мы это юзаем на Атропосе, сейчас покажу. Давайте Линку выложим. Если мы это юзаем на Атропосе, мы можем сделать вот так вот. По окончании ченнелинга он пойдет. Можем сделать тут так. Но на Свене это так не работает. У Свена не считается это ченнелингом. И сейчас покажу еще раз Смотрите, юзаем, файнс гриб И, казалось бы, можно на свене Черешив, но нет, сбивается сразу же Применение. Это довольно-таки важный момент В случае, если вы подловили дак от Ропоса Не двигайтесь и стойте на месте Смотрите, файнс гриб Работает, линка не сбивается Лотос отражает. Это первый момент Это касаемо работы от Ропоса Как работает таргет против линки И лотоса вместе взятых Этот момент мы разобрали Следующий момент, который у нас тут есть У Лины имеется другой таргет У нее есть тут лагуна, которая залетает Также очень хорошо в линку Притом, линка спокойно блокирует Эту всю контору. Смотрите, линка сбилась Молния пролетела, никому ничего не нанеслось Все очень хорошо Следующий момент, как у нас тут должно Это все выглядеть с лотос орбом Обратите внимание, ребятки Свен юзает у нас лотос орб Лина ультует Линка сбивается И лагуна прилетает обратно Линия. Это правильная работа То есть так и должно это все работать Линка сбивается, то есть она блокирует Спелл, а лотос отражает Тем самым вы выходите сухим из воды Это довольно-таки интересная фишка И это реально очень годно Давайте посмотрим, как это будет работать с дазлом То есть у дазла первый спелл Сбивает линку Это хорошо Следующий момент, как это будет работать с лотосом Образно тут вот так вот Это вот так вот и накидываем Линка сбивается Ничего не вешается И в дазлу залетает эта способность Это очень классно Это очень классно Все таргеты так и будут работать Это годно, ребятки То есть если у вас есть два артефакта Это линка и лотос И вас накидывают какие-то таргеты Вы можете спокойно их откайтить И вернуть При этом вы не получите ни единого дэмеджа В случае, если это таргет Вот такая вот фишка Что ж, друзья, на этом первая часть фишек окончена Если вы хотите, чтобы я продолжил этот выпуск фишек Конечно же, обязательно поставьте лайк Let's go, наберем полторы тысячи лайков И я сразу же сажусь делать вторую часть Надеюсь, что-то полезное вы доузнали Не забывайте, конечно же, что есть и другие фишки на канале Но и в принципе все С вами был Ксеназис И до скорого Ставь лайк И я сразу же начну делать следующую часть Да, и она будет намного сочнее Субтитры сделал DimaTorzok